Музыка Как мы все знаем, музыка это уникальный язык, который позволяет общаться людям разных рациональностей, которые могут не понимать друг друга, но благодаря музыке мы всегда можем найти общий язык. В разные времена именно музыка являлась тем видом искусства, который объединял людей. Мы нашли немало подтверждений этим словам в истории, и теперь нам очень хочется с вами поделиться тем, что мы обнаружили. А также многие композиторы, переживая свои болезни или тяжелые жизненные ситуации, они переживали их вместе с музыкой. И о том, как это происходило, мы вам расскажем. Сергей Васильевич Рахманинов после премьеры его первой симфонии около пяти лет находился в глубочайшем творческом кризисе. За это время он не написал ни одного произведения, однако продолжал активно выступать как пианист и дирижер. Музыка всегда поддерживала его. Позже он говорил, Мы познакомились в Дрездене много лет назад на фортепианном конкурсе. Несколько минут мы разговаривали на английском языке, и только спустя время поняли, что мы оба из России. Удивительный человек, чьи интерпретации Рахманинова завораживают. Андрей Дубов. Россия. Москва. Здравствуйте, дорогие друзья. Этим видео я хотел бы поддержать всех деятелей культуры, которые находятся сейчас в сложном положении ввиду всемирной пандемии коронавируса и не имеют возможности собирать залы публики на своих концертах, либо на выставках. И я хотел... Этот вирус также коснулся и меня, и у меня отменилось множество концертов, выступлений. Например, я не смог поехать в Польшу из-за этого и перенес концерт, в котором я должен исполнять тройной концерт Бетховена, сольный концерт с произведением Шопена, Чайковского, перенес сольный концерт в России, в Рыбинске, в Москве сольный концерт также был перенесен, а также был перенесен ряд других выступлений, которые должны были пройти в России. Я надеюсь, что эта пандемия скоро прекратится и сойдет на нет. А в качестве поддержки я хотел бы на замечательном инструменте Сергея Васильевича Рахманинова, в доме Рахманинова, Бекштейн, который был куплен Рахманиновым в 1913 году, насколько я помню, хотел бы исполнить этюд-картину Рахманинова, оп. 39, номер 2, для Мино. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok